Алексей Дуров, Марина Тишанская, Григорий Неделько «Мощь псионика» Читает Олег Шубин Худые пальцы поглаживали напоминавший доску предмет С нежностью, с какой-то даже страстностью В глазах не отражалось и тени чувству Разве что только тень, не больше Тень власти Губы искривились в никому невидимой усмешке Пора Пальцы, тонкие и гибкие, словно у пианиста Замерли, нащупали нужное место Мозг заработал По-настоящему, не как у большинства прямоходящих А потом, незабываемое и уже знакомое чувство Накрыло собой весь мир Удар был очень обидным Ли Чинь ведь никого не трогал, а просто сканировал от скуки ментальное пространство космопорта Почуял пси-активность Естественнейшим образом послал собрату псионику приветствие И получил в ответ ментальный удар, да еще хитрый, сдвоенный финт, каким пси-бойцы ломают постоянную защиту К тому же Чи собирался общаться, а не обороняться Потому получил всю энергию атаки целиком в открытые сенс-центры, аж отключился на пару секунд Собственно говоря, это и спасло Без памятного псиона труднее обнаружить То есть не так уж сложно просканировать самые вероятные области Но чтобы сделать все быстро, нужно раскрыться, чего в поединке лучше избегать Вот и неведомый агрессор не решился Чи, немного очухавшись, обнаружил его приготовление к обороне Должно быть, злодей не понял, что визави в обмороке Решил, будто это какой-то хитрый прием, позволяющий скрыться от пси-восприятия и ударить из-под тяжка Естественно, Чи разозлился и атаковал Приемом под названием мозаика Противник легко защитился и ответил очень техничной, явно заранее отработанной мельницей Чи едва успел поднять щит, с трудом выдержал, пришлось даже менять фазу Контратаковал наскоро сцепленной рапирой, которая по сути точечный выброс пси-энергии А противник защитился с трудом, не знаком был с этим приемом Видимо, не врач и с врачами в ментальных поединках не сходился Чтобы эффективно применять рапиру, нужно особое чувство меры, доступной только медикам-псионам Однако агрессор выстоял Ясно, что если ударит еще одной мельницей, Чи придется туго Он после прошлого удара не восстановился до конца А противник может атаковать и посложнее, если успеет Чи послал в него серию коротких импульсов, слабеньких, хотя и быстрых Вреда они причинить не могли, но противник не знал об этом, потому все равно защищался Будь импульсы мощными, Чи выдохся бы, а так, наоборот, восстановился и заготовил еще одну рапиру Противник же, вынужденный держать постоянную оборону, не мог атаковать эффективно Атаковал как смог, грубым нестабильным свингом Который Чи легко рассеял рапиры и ею же ударил И попал Пси-структура противника расплылась, потускнела, видимо, он в обмороке Оставалось связать его ментально, а потом найти физическое тело и сдать полиции Пси-атака — это серьезно Но агрессор внезапно исчез Тут уже Чи заподозрил хитрость, в панике закрылся несколькими щитами, хотя по уму стоило подготовить атаку Подготовил и ее, ждал, все больше беспокоясь Никто не нападал и вообще не появлялся Измученный неизвестностью, Чи начал осторожно сканировать, выискивая агрессора Потом вел себя все смелее, наконец раскрылся полностью Ничего не прощупывалось ни в космопорту, ни в окрестностях, ни на континенте, ни на планете, ни на дальних орбитах То есть он — единственный здесь псион С кем же тогда шел бой? Или... или Чи единственный живой псион? Нет, противник не мог погибнуть от выверенного удара рапирой Пришел вызов по коммуникатору, срочный, по медицинской части Сильный электрический ожог В космопорту, на стоянке средних звездолетов Неведомый агрессор был примерно там Флайер-автомат за минуту доставил Чи к отдельной взлетно-посадочной площадке, где стоял похожий на гигантскую глянцево-серую пулю корабль Вокруг него слабо искрилось защитное поле, а на земле двое техников и охранник обступили тело, накрытое светоотражающей пленкой Которая не могла скрыть от псионика-медика ожоги самой последней степени Не верится, что это был человек Видимо, сунулся в поле, отчего и превратился в головешку Внешние ожоги еще ладно В наше время и не с такими справляются Но Чи, быстро просканировав, убедился Мозг мертв безнадежно Весь белок свернулся Выбрался из флайера На вопросительный взгляд охранника покачал головой Можете отзывать скорую, если вызвали И вызывать морг Что здесь случилось? А сам смотрел на тело под пленкой и перекатывал в голове тяжелую мысль Тот или не тот? Охранник, подтянутый мужчина в самом расцвете, брюзгливо скривил губы Неоряне Боятся, чтобы никто в их бочки не влез Ставят защитные поля и сами в них гробятся Придурки Чи посмотрел на искристую стену поля Поежился Неужели он не видел, куда сует голову? Он спиной к нему был Объяснил долговязый техник Вышел, поле включилось А он не уходил Стоял, стоял, а потом упал Головой в поле Ага Это мы на мониторах видели Видать, сомлел чего-то и упал неудачно Очень точная реконструкция А сомлел погибший из-за ментального удара И эта дура тут так и останется, пока полю энергии хватит Проворчал кивая на корабль другой техник, угрюмый с виду А оплачено всего за четыре дня И ремонт еще Как его заканчивать? Тот человек погиб А тебе ремонт Сердито пристыдил охранник Думаешь, отключить невозможно? Есть же где-то ключ Дистанционный, как я понимаю Если поле у него за спиной включалось Дистанционный мог расплавиться От электричества Угрюмый техник ухмыльнулся Тогда еще могут восстановить ключ этот Долговязый покачал головой Но сдается мне, что этот неорянин псионом был Тогда ключ вообще ментальный Тогда вообще не восстановить его Охранник вопросительно посмотрел на Чи Тот пожал плечами Мол, по трупу не разберешь Был ли он при жизни псиоником Торопливо распрощался и ушел Надо же так влипнуть на ровном месте Хотел поздороваться и стал убийцей И что же на этого неорянина нашло? Чи все прокручивал в голове поединок Оценивал каждый штрих И убеждался Дрались насмерть Во всяком случае, агрессор неорянин Он бил в полную силу Оглушать и вязать противника не собирался Нужно идти рассказывать в полицию Нечего тянуть На этой планете убивать, защищая свою жизнь Можно, полно прецедентов Полицейские проверят, чьи с его согласия На детекторе правды Убедятся, что неорянин действительно Бил насмерть И отпустят Еще и денег можно заработать Журналисты заплатят за право Опубликовать всю историю Впрочем, чьи предпочел бы не светиться Он уже решился Нашел в сети адрес ближайшего полицейского участка Однако предвидение воспротивилось Прямо-таки уперлось И не разберешь, почему Оно самое ненадежное из пси-способностей Но игнорировать его нельзя ни в коем случае Потому чьи передумал идти сдаваться Пусть сами ловят, раз им надо Конечно, не поймают, если не признается Ментальные поединки следов не оставляют Только трупы иногда Однако придется с этим жить Кошмарами мучиться Непроизвольно начал прокручивать в сознании поединок снова Почему-то особенно хорошо запомнилось Самое начало их короткого заочного знакомства с неорянином Как чьи сканировал ментальное пространство И обнаружил ту самую пси-активность Вернее, некий конструкт Последовательность сигналов Очень четко она отпечаталась в памяти Как будто специально для этого создана Да ведь это же ключ от защитного поля Вот техники обрадуются Что защищенный полем звездолет Можно убрать с площадки Если чьи решится рассказать Посмотрел, что там в сети Насчет погибшего Убитого, неорянина Несчастный случай Никаких проверяют с разной версии Или ведется расследование Даже по всей видимости нету Просто несчастный случай Без тени сомнений Хотя неорянин упал на ровном месте Как не заподозрить, что дело нечисто Например, убитого вполне мог толкнуть На защитное поле псион А на этой планете их много не бывает Ох, неспроста все это Псионы в объединении свободных миров Встречаются редко А врачей среди них вообще единицы Потому ценятся Их даже приглашают из-за границ объединения В том числе с земли Как Чи Линя Обещали ему все условия Очень приличную плату Серьезную практику Которая поможет карьере Даже намекали, что у Чи будет Какая-то политическая власть Он согласился в основном потому Что хороший, сочувствующий врач В объединении огромное количество больных Которым обычные медики, не псионы Даже не могут поставить диагноз Только симптомы лечат Отправился, окунулся в работу В основном наводил порядок в клиниках Малонаселенных колоний Там, где был нужнее всего И вскоре прояснились намеки На политическую власть Объединение основано на торговых И транспортных связях Оно всего лишь набор самостоятельных планет С общим номинальным правительством Которое ничего на самом деле не решает И не посягает на независимость Отдельных миров Настоящая связующая сила Это псионы Их организованная и слаженная работа Осторожное и точно выверенное Пси-воздействие Уже много лет удерживают Объединение от распада Поиск и обучение людей С пси-способностями Важнейшая задача Которая как раз и поручалась Врачам-менталистам Никто другой не сможет Быстро протестировать Население целого мира Именно эту миссию Поручили Чи Когда присмотрелись И решили, что он заслуживает доверия Сюда, на свинцовое дно Планетку с искусственной атмосферой Защитными полями над всей поверхностью И мрачным ландшафтом Чи прибыл не только Чтобы работать в здешней клинике Но и для поиска молодых талантов Свинцовое дно Слово доброго не стоит Да и находится на дальней Периферии объединения Близкий горизонт Функциональные Без архитектурных изысков Дома Редкая зелень За двойными ограждениями Выращенная с огромным трудом Из привезенных С других планет саженцев Небо с просвечивающей Сквозь синеву чернотой Казалось, его покрасили Голубой эмалевой краской Но со временем Оно запылилось Покрылось слоем копоти Прибыв сюда Чи линь Крепкий, жизнерадостный человек Может быть слишком молодой Для ответственной должности Поисковика С интересом изучал космопорт Так сильно отличавшийся От привычных ему коммерческих На густонаселенных планетах Стеклопластовое посадочное поле Разделенное на сектора Обычной белой краской Охранники В формах всех цветов радуги Держались возле своих кораблей И только желто-зеленые Из охраны космопорта Разгуливали повсюду С видом важным И неприступным Небось и взятки берут А техника в основном Устаревшая Особенно разгрузочная Да и сервис не на уровне Багаж приходилось Таскать с собой Отправить его в гостиницу Попросту невозможно Не предусмотрена услуга Из трех кафе Два закрыты По неизвестным причинам Потому в третьем Толкучка Никто не возмущается Привыкли В такое место Редко кто полетит По своей воле Однако население Хотя и немногочисленное Как жемчужину В куче мусора Могло таить в себе Вожделенных Латентных псионов В удаленных мирах Где крайне редко Бывают псионы Действующие Можно прожить всю жизнь Не узнав Что обладаешь Псиспособностями Поэтому встреча С активным Действующим Ментальным воином В первый же день По прибытию Само по себе чудо Но пси-враг Это нечто За гранью вероятного Почему бедняга Бросился в атаку Лишь ощутив Первые осторожные Мысленные прикосновения Теперь не узнать Но Чи чувствовал Что ответ на этот вопрос Важнее даже Его миссии Чужак боялся Отчаянно боялся Быть обнаруженным А это означало Одно из двух Либо он спасался От грозившей Лично ему опасности Либо начиналось вторжение Правительство Объединения Больше всего Страшилось угрозой Извне Разобщенные Не привыкшие Воевать вместе Миры Могли стать Легкой добычей Завоевателя Особенно Если он обладает Возможностью Пси-воздействия Достаточно Разрушить Пси-направляющие И беззащитные Планеты Падут Одна за другой И желающие Найдутся Хотя бы Сугита Диктатор скопления Лебедя Которая Кстати Недалеко от Свинцового дна Кроме того Соседняя конфедерация Не прочь Примить границу Союз Человеческих колоний Не отказался бы Расшириться У теократов Великого кластера Заканчиваются Ресурсы Загадочная Ниара Может что-то Замышлять Псионы Объединения Опасность Понимают Готовы Защищаться Враг Если добьется Успеха Победе Не обрадуется Даже Сугита Со всем Его флотом Еще не готов Атаковать Главные миры Объединения А вот Свинцовое дно Может захватить С легкостью Его оборону Никто не организовывал Не могли представить Что кому-то Оно понадобится Значит Понадобилось Кому-то Чи Еще раз Внимательно Просканировал Ментальное пространство Космопорта Врагов Не обнаружил Однако Проснулось Чувство опасности Этакое Размытое Предвидение Неприятностей Непонятно С чем связанных Подумав Решил Отправляться В гостиницу Там Надежная Охрана Достаточно Свидетелей И мягкая Постель Слежку Заметил По дороге Точнее Почувствовал Сверх Восприятием Чьего-то Недружелюбное Внимание Да еще Пресловутая Интуиция У пси Способных Обостренное До предела Подсказывала Что жизнь Чи Усложняется Может из-за усталости А возможно По причине Излишней Самокритичности Он списал Ощущения На банальный Страх Обычное Для любого Человека Опасение Что не все В порядке А предпосылки Так думать У Чи Были Одна схватка С ментальным Диверсантом Чего стоит Надо быстрее Добраться До гостиницы Там безопасно И можно отдохнуть К счастью Крыша гостиницы Была занята Особняком Пентхаусом Поэтому парковка Аэротакси Располагалась Не на ней Как принято В большинстве Развитых миров А в сторонке И пришлось Две сотни метров Идти пешком По тротуару На всякий случай Ментально Прощупывал прохожих Нет ли среди них Врагов Между прочим Здоровье местных Граждан Достаточно крепкое Как для жизни Под искусственным небом Видимо Следят за собой Не надеясь На помощь Врачей-псионов Уже возле входа Чи Через панорамное окно Не зеркальное Опять повезло Увидел внутри Подозрительную фигуру Худощавый И высокий тип Подпирал правую стену Не глядя в сторону Чи Второй субъект Также отыскался В фойе Среднего роста Крепыш Любезничал С женщиной У ресепшена Вот быстро Обшарил глазами Пространство И снова Обратил взгляд На даму Когда та Окликнула его Чи Просканировал Обоих Судя по гормональному балансу И Кожно-гальванической Реакции Оба Насторожены И готовы Действовать Как звери В засаде Приходилось Чи Наблюдать Кошек Кроме того Оба Явно Тренировались По одной И той же Системе Она Включала Своеобразные Нагрузки На пальцы Чувство Опасности Усилилось И Чи Ретировался Решил Поселиться Где-нибудь Еще Подходящий Отель Где признаков Угрозы Не ощущалось Нашелся В полутора Десятках Кварталов От сомнительной Центральной Гостиницы Никакой Живой Прислуги Все Автоматизировано По крайней Мере Номер Стоил Дешевле А комфортом Не уступал Предыдущему Поскольку Предвидение Настоятельно Не рекомендовало Связываться С полицией Чи Быстренько Просмотрел Список Платных Телохранителей Никаких Агентств Сплошные Одиночки Свободные Художники Расценки Одинаковые Видимо Твердые Резюме Или других Сведений О квалификации И заслугах Нет Хотя бы Форум Какой-то Где их Обсуждают Земное Мышление Здесь Надо По-другому Здесь По-настоящему Ценят информацию Никто Не станет Зря Выбалтывать Хоть сколько-то Полезные Знания То есть Или нужно Заплатить Чтобы посоветовали Хорошего Телохранителя Но могут Обмануть Чи ведь Новичок Или можно Воспользоваться Способностями Псиона Чи внимательно Перечитал Список Постарался Запомнить Имена Закрыл Глаза Перед Внутренним Зрением Появился Перечень И высветились Несколько Строчек Ярче всех Горел Некто Цу Из скопления Паучков Вот и хорошо Не надо Мучиться Выбором По голосовой Связи Ответили Немедленно Хрипловатым Низким Голосом Цу Меня зовут Чи И Мне нужен Телохранитель Когда Уже прямо Сейчас Наверное Что Или кто Вам Угрожает Сам Не знаю Где Вы Находитесь Чи Объяснил И Су Уверенно Распорядился Никуда Не выходите Из номера Откройте Только Мне И только После Полного Распознания Ну Хорошо Решительный И деловой Подход Чи Понравился И ждать Долго Не пришлось Меньше Десяти Минут Чи По земной Привычке Встретил Су На пороге Это Был Обыкновенный Человек Неопределенного Возраста И неприметной Внешности Среднего Роста Худощавый Шатен Су Туловатый Слегка Небрежный В одежде Взгляд Серых Глаз Кажется Рассеянным Как у Водителя За рулем Так Вы Псион Понял Су И чувствуете Угрозу Можете Определить Откуда Она Нет В том-то и дело Надеюсь На вас В таком случае Лучше всего Спрятаться Чтобы Недоброжелатели Вас не нашли Придется Покинуть Свинцовое Дно А такие Радикальные Меры Необходимы? Су Что-то Набирал У себя На ладоннике Но оторвался От занятия Дело В том Что по дороге Сюда Я заприметил Четырех Ребят Странного Вида На Громил Или Легавых Не Похожи Другие У меня Ассоциации Нехорошие Четырех Удивился Чи Их же Было Двое В центральной Гостинице Наверное Все Гостиницы Окучивают Вас Ищут Раз Вы В центральной Не Появились Здесь Уже Четверо Ко Мне Не Присматривались Может Вообще Не Заметили Я Проскочил Когда В другую Сторону Смотрели Но Боюсь Когда Мы Будем Выходить Это Не Поможет А Если Мне Переодеться Бесполезно У Этой Публики Глаза На Месте А Может И Сканеры Как И И И И И И У Меня Есть Пара Глушилок Но На Близком Расстоянии Не Помогут Что же Делать Выйдем Через Технический Ход У Меня Есть Доступ Тело Хранителям Положено Как Раз Для Таких Случаев Да Вы В Полицию Не Обращались Нет Понимаете Предвидение Мешает Правильно Мешает Здесь Слишком Много Продажных Легавых Хорошо Нам Следует Заключить Какой-то Договор Вы Недавно В Объединении Догадался Су Договор Уже Оформлен А Если У меня Денег Нет Все В Порядке Если Вы Не Сможете Заплатить Заплатит Страховая Контора Значит Так Выйти Мы Можем Но Они И Технические Ходы Могут Контролировать Хотя И Не Столь Качественны Как Парадные Идите Спокойно Размеренно Смотрите В землю Чтобы Меньше Привлекать Внимание Я Прикрываю Если Почувствуете Опасность От Кого-то Укажите На Него Не Слишком Заметно Я Пойму Чи Устал Последние Сутки Лишили Его И Физических И Психических Сил А Кпрочему Не Стоит Забывать О Гонке Которую Устроили Им Су Преследователи У Телохранителя Действительно Имелся Доступ В Технические Тоннели Проходящие Под Отелем Однако Не В Городские Подземные Коммуникации Те Те Выйти скрыться, и нос к носу столкнулся с тем самым доходягой, который часом раньше поджидал его в центральной гостинице. Псион слишком сосредоточился на врагах у себя за спиной, все время их прощупывал, подвоха ждал, а о том, что надо проверять путь впереди, забыл. Худой враг оказался классным профессионалом. Внешне ничем себя не выдал, но от псиона не скроешь резкой внутренней мобилизации, подготовки к стремительным действиям. Левой рукой доходяга хотел сделать что-то быстрое и эффективное. Чи успел первым. Совершенно рефлекторно нанес ментальный удар, грубый, однако вложился хорошо от души. Худой, не издав и звука, согнулся пополам. Видно, крепко досталось его дыхательным центром. Те двое сзади все видели, тоже резко мобилизовались. А Чи почти полностью растратил энергию на худого. Остатков хватило, чтобы кое-как, слабенько и вряд ли эффективно ударить ментально одного громилу. Хорошо, если хотя бы сбил ему прицел. Второму уже ничего сделать не мог. Вообще ничего, не успевал, разве что упасть на асфальт, понадеявшись на везение. Хлопнули два выстрела подряд, и сознание врагов выключились. Су, в отличие от Чи, все успел. Они вдвоем бросились к переулку. Су каким-то образом обогнал Чи, свернули два раза и спустились в технический тоннель. Чи мелко дрожал, задыхался от непривычных усилий, — пробормотал отчаянно. — Нас не пустят в космопорт. — На флайере не пустят, — кивнул Су. — На колесах по дорогам тем более. Но пешком, может, и прорвемся, если не торопиться и чутьем вашим пользоваться. Далековато, конечно. Однако зачем нам туда? — Там не арианский корабль под защитным полем, — сказал Чи. — А у меня есть ключ от поля. — Идем, — моментально решил Су. Неблизкий вышел путь. Непростой и непрямой. Они петляли проулками, неторопливо, чтобы не привлечь внимания, пересекали большие улицы, несколько раз спускались в технические тоннели. Чи поинтересовался, нельзя ли пройти общегородскими подземельями. Су ответил, что там понатыкано полицейских датчиков через каждые двадцать метров. Псион все время сканировал, выискивал полицейских, громил с тренированными пальцами просто настороженных ребят и к чувству опасности прислушивался. Не зря. Несколько раз обнаруживал настоящие полицейские засады, да и настороженные ребята попадались. Беглецы обходили опасные места. Громил больше не встретилось, видимо, не так уж много их в городе. Трижды отдыхали в технических тоннелях. Тренированный Су уставал мало, а Чи все больше выматывался физически, морально и ментально. На первом же привале рассказал все. Про свою миссию, убитого в пси-поединке неорянина, странности многочисленные. С телохранителем, как с врачом. Правду, только правду и ничего, кроме правды. Су не ответил, только задумчиво нахмурился. А космопорт оказался недоступен. Чи с километра почуял там целую толпу громил. Тех самых, с тренированными пальцами. Даже пересчитать врагов не мог. Считанные с несчитанными перемешивались. Должно быть, все собрались в космопорте, ждут чего-то. «Пока что укроемся и подумаем», — решил Су. «Есть о чем подумать. Пойдем». И направился узкой улочкой от космопорта. Чи за ним. По правде говоря, рад был, что можно хоть немного отдохнуть. Место, в которое привел его Су, меньше всего напоминало гостиничные апартаменты. Зато ничего более уединенного Чи представить себе не мог. Спуск в глубокий древний колодец с замшелыми стенами завершился, к счастью, не в воде, а на много лет назад высохшем дне. Оттуда ступени, опять вниз, ввели в обставленное, как обычная жилая комната, помещение. Оно, очевидно, было частью шахты, вырытой давным-давно, еще в те времена, когда руды добывали на планете, они пригоняли из пространства в виде управляемых астероидов. Со временем помещение расширили, снабдили системой жизнеобеспечения и пси-экранировкой. Оставаясь здесь, Чи рисковал погибнуть только вместе со свинцовым дном, в недрах которого находилась эта секретная комната. Как объяснил Су, тайники есть и в других местах на планете. После перехода, по сути, власти над большей частью открытого мира к псионам, представители сопротивления и просто сподвижники безопасности условились создать пути к отступлению. А экранировка от пси-атак — непременные условия выживания в современном мире. Не абсолютная защита, даже Чи ее легко преодолевал, но, по крайней мере, беглецов будет очень трудно обнаружить ментально. Телохранителям из объединения, учитывая род их деятельности, тоже рассказывали, где находится убежище. Су рухнул и заснул, не дожидаясь, пока сгенерированный диван обретет окончательную форму и цвет. Но Чи предпочитал совершенно другой метод. Игровой кристалл лег в руку, словно прирос к пальцам, Чи откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Перед ним поплыли голубые облака. Открывшийся мир меньше всего напоминал только что оставленные подземелья. Эрн, с сожалению, оторвался от игровой чаши. Время еще было, но Ио стала слишком настойчивой. У женщин полно пустых забот, и они вечно заставляют мужчин участвовать в домашних хлопотах. Правда, сиплы в этом отношении находятся в лучшем положении, чем большинство мыслящих. Ио с Лулуной удобно расположились на расширяющемся к концу хвосте Эрна. Под верхней пластиной Ио устроила уютное гнездышко для себя и для дочери. Конечно, удобно, когда твоя женщина всегда с тобой. Ио красива, и умна. Но Эрн мог не волноваться, что обратит свое благосклонное внимание на другого мужчину. Пока она на хвосте. Вот только бедняжка не выносит, когда он погружается в игровую чашу. Придется Чи отдохнуть. Эрн распрямил светоножки и огляделся. Желтые цветы мерно пульсировали, по небу плыли голубые облака. Мир дышал покоем и негой. Но вот на расстоянии двух шагов от него мелькнула оранжевая тень. Еще одна. Еще. Пища. Синебрюхи покинули свои норы и двинулись к экватору. Лишь два витка заоборот синебрюхи шли по поверхности, прокладывая дорогу вдоль пищевой жилы. Когда они идут, у мужчины одна задача — есть. Есть на весь оборот вперед, для себя и для семьи. Вокруг, куда ни кинь взгляд, огромные сиплы, склонив к почве, крупные зубастые головы поглощали пищу. Эрн не мог отставать. Резким движением хвоста он сбросил женщин в цветы и опустил голову. Он должен торопиться. Стоит замешкаться, и Иуд останется другому. Другой отведет Лулуну в дом невест к большой матери и получит в награду десять оборотов жизни. А то и двадцать, если девочка сумеет ей понравиться. Играя, Чинни просто отдыхал. Полная смена деятельности обостряла восприятие. Благодаря ей он легче, чем другие псионы, улавливал запах опасности. Эрн был его последним приобретением. А сейчас... Мирная жизнь неуклюжего гиганта так контрастировала с его собственной. Хрупкое равновесие объединения держалось на больших расстояниях, да на том, что люди и прочие разумные жили сами по себе, не диктуя друг другу законов, не ставя условий. Эрн принадлежал к народу, который человечество обнаружило одним из первых. Но благодаря совершенной непригодности его планеты для существования Homo sapiens и огромным размерам мужских особей, Сиплы сохранили свой образ жизни в неприкосновенности. Хотя с людьми контактировали охотно. Даже не возражали, чтобы те проникали в их разум с помощью пси. Поскольку скрывать великанам и их не столь громоздким подругам нечего. А ментально подчинить самца или тем более волевую уверенную самку очень непросто. Даже позволили людям подключать кристаллы дальней космической связи к игровым чашам, чтобы можно было проникать в разум и Сиплов с любого расстояния. Пользы от этого немного, разве что экзотично развлечься и расслабиться. Но очень многие люди заинтересовались кристаллами. Даже не смущало, что связь с Сиплом устанавливалась в обе стороны. Инопланетянин тоже получал доступ в разум человека. А Сиплы еще и не всякого человека находили достаточно интересным, чтобы с ним связываться. Далеко не всякого. Так что Чи почувствовал себя польщенным, когда узнал, что устраивает собеседника. Эрн ел. Всего два витка, а потом он сможет спокойно вернуться к игровой чаше, и приключения Чи продолжатся. Надо только быстро есть. Наконец насытился. То есть съел бы еще, но не влезет. И, подхватив женщин, отправился к чаше, предвкушая контакт с человеком. Чи сейчас спит, но можно насладиться его воспоминаниями. О чем-нибудь хорошем, каких-то успехах. Первый сданный экзамен, первый секс, первый излеченный больной. Эрна завораживал незнакомый Сиплом накал страстей, калейдоскоп человеческих эмоций, сложные, не всегда понятные раздумья. Какое бы воспоминание выбрать? Попробовать что-нибудь наугад? Почему бы и нет? А вот и чаша. Недалеко. Приятно быть сильным. Наверное, чтобы понять, как это здорово, нужно побыть маленьким и слабым. Сугита с детства не отличался ни высоким ростом, ни крепким сложением. Ему приходилось соглашаться, заискивать, просить. Все, чего достиг, досталось ценой непомерного труда. И вот усилитель. Удивительные чувства, когда тебе подчиняются все. Каждый, кого не пожелаешь. Можно захотеть, и любой отдаст тебе свою вещь, свою девушку, победу. Началось все с пустяков. Когда Пиуси рассказал ему про усилитель, Сугита даже не поверил. Но потом оказалось, что у Сугиты талант. Сам Пиуси не мог создать такой четкий импульс, как его приятель. Они забавлялись с аппаратом целый месяц. Пиуси постоянно вносил в конструкцию мелкие усовершенствования, уменьшил габариты, придал удобную форму. Правда, и в своем окончательном варианте усилитель вышел большой. Он помещался только в туристический рюкзак, но зато был плоский. И шли дела хорошо. Но тут Сугите приснился сон. Он шагал по улице, усаженный большими деревьями, и каждое дерево склонялось перед ним. Чем дальше, тем выше становились деревья, и тем ниже они кланились. Их толстые, неповоротливые стволы скрипели от натуги, трескалась кора, но они сгибали стволы в почтительном поклоне при приближении Сугиты. Один раз он оглянулся и увидел, что разогнуться смогли не все. Некоторые остались лежать со сломанными стволами, касаясь кронами асфальта. А впереди простирался лес. Сугита направлялся к нему, и в душе нарастало непривычное чувство уверенности. Он знал, что и целый лес покорится ему так же, как отдельные деревья. Утром он уже понял, что надо делать. Усилитель должен принадлежать ему. Следует только правильно просчитать все ходы. Пиуси ни о чем не следует знать. Сугита будет помогать ему из последних сил, а в подходящий момент... Эрн был ошеломлен. Он потратил много сил, а съеденный еще не начал усваиваться и насыщать его тело энергией. В такие минуты он начинал чувствовать далекое чужое сознание особенно остро. Вот и сейчас он ощутил присутствие постороннего, неотлично знакомого, чилиня. Даже имя другое, хотя Сиплом трудно запоминать человеческие имена и воспоминания. Хоть и плохо разбирался Эрн в людях, но не такой был Чи. Совсем не такой. При каждом контакте он успокаивал Сипла, мысленно гладил жесткую шкуру. Простое сознание дикаря встречало гостя без страха. Но сейчас шел другой импульс. Хотя и связанный с игровой чашей, от которой Сипл не отключился, где-то там, в мире Чи, скрывался мозг, посылавший сигнал всем мыслящим. Он не был ласковым, как предыдущий собеседник. Он требовал. Требовал подчинения, в том числе и от Чи. Эрн напряг могучее тело, тряхнул головой. А сигнал стал только сильнее. Он мешал, рвал сознание на части, вцеплялся невидимыми когтями в беззащитную душу. Сипл не мог выплеснуть голос из себя, сбросить давящую тяжесть чужой воли. Подняв огромную голову к начавшему темнеть небу, Эрн заревел, завыл, прогоняя Чужака и боль на взошедшие синие луны. Все было бесполезно. Когда Чужак догадался, что Сипл его заметил, то атаковал всерьез, целенаправленно. Легко и непринужденно подавил разум Эрна, нейтрализовал его личность и заменил ее копией своей собственной. Осталось только наблюдать, как ментальный двойник добивает несчастного, слишком внимательного дикаря. Плохо же Чужак знал Сиплов. Совершенно не учел, что у представителя этого рода на хвосте жена с дочерью. Умница Ио сразу поняла происходящее и решительно вступилась за мужа. Весьма своеобразным способом. Обрушила на спутника жизни поток из общих воспоминаний о самых ярких мгновениях совместной жизни. Более чем странные для человека ощущения полностью дезориентировали ментальную копию вторженца. А Эрна — нет. Для него они были обычными. Сиплы — очень способные ученики. Эрн скопировал атаку врага, добавил кое-что от себя и начисто подавил чужой разум. А в завершении нанес мощнейший удар, от которого чужая личность рассеялась. Агент Сугиты крайне удивился, обнаружив сопротивление, которое вскоре переросло в атаку. Он даже не сразу понял, откуда берет начало противоборствующая пси-сила. А потом нащупал, как будто бы побежденного Эрна. Удивился. Разозлился и уплотнил ментальную энергию, сделав из нее подобие невидимого большого и толстого кирпича. Удар Сипла пришелся как раз в эту стену. Пока тот набирал энергии для новой атаки, враг перегруппировался. Покинул защищенную зону, оставив там вместо себя двойника, и выстрелил тремя психическими остриями. Сипл в другом мире вздрогнул. Затрясся от боли. Нокдауна он избежал исключительно потому, что сбитый с толку посланник потратил достаточно сил на защиту с перегруппировкой и не успел точно прицелиться. Эрн зарычал. Превозмогая сжение в голове, медленно расползавшийся по остальному громоздкому телу, метнул сознание вперед и снова поймал противника врасплох. Тот пытался выстроить наиболее эффективную тактику, а заодно понять, что за жуткий монстр чинит ему препятствия. Разведки боем он не ожидал. Планам псиона-агрессора, уцелевшего после битвы с Чи, не суждено было сбыться. Он возводил новый кирпич, не зная о возможностях Эрна как пси, а гуманоидным они, по крайней мере, не уступали. Вспомнив в разгар борьбы о более маневренной конституции своего со-игрока, Чи Линя, Эрн перетек в него. Запрещенный прием, но что делать? Облик с непривычки немного жал, однако иномирца пустяки вроде этого не волновали. Чи из разума, в распоряжении которого сохранилось не очень много психоэнергии, подскочил к злодею и, не давая тому опомниться, провел серию коротких мощных атак. С неожиданной стороны, в обход всех блоков и даже кирпича. Сипл почти выдохся. Впрочем, посланнику пришлось гораздо хуже, потому что он увяз в недостроенном кирпиче. Тогда Эрн решился. Не ради себя, не ради семьи и не ради Чи, но чтобы подобные звери не разрушали жизни других своим существованием. Переступив через свои моральные принципы, Сипл сконденсировал остатки энергии и обрушил их на поверженного, добивая. Ощущения не заставили себя ждать. Чи немедленно почувствовал, что-то не так. Но что он смог понять только когда Эрн пришел в себя? По телепата-каналу, проложенному между гуманоидом и Сиплом, от гиганта поступила информация о внезапной угрозе. Выживший агрессор Неорянин, также обладавший немалой пси-мущью боец, не умер после первой схватки. Его сознание переместилось в другое тело, из которого он и попытался достать Чи. Чудом, едва ли не в последний момент, Эрн уловил мозговую активность врага, но и враг заметил Сипла, атаковал. Дальше рассказ со-игрока становился не очень связным, и он как будто стеснялся чего-то. Вот чего. Без спросу занял спящее тело собеседника. Да уж. Если бы некачественная настройка друг на друга играющих с кристаллами, ничто бы не спасло Чи и Су. Эффект неожиданности, неуловимый ментальный бросок — и все. В общем, земному псиону и его телохранителю крупно повезло. Су не спал. Смотрел вопросительно. Должно быть, эмоции ментального поединка отражались на лице Чи. Он попытался рассказать последовательно. «Тот не Арианин. Он на самом деле выжил. Просто скопировал свое сознание в другое тело. А сейчас попытался меня достать. Но его заметил Эрн. Это мой друг Сипл. Тогда не Арианин атаковал Эрна, но словом мы победили. Теперь он совсем мертв». Су молчал с минуту, то покачивая головой, то кивал и еще больше огорошил. «Если это горелый труп и его заминированный хренолет с Неары, то я из скопления паучков». «Так», — выдохнул Чи, пытаясь осмыслить новости, которых набрался здоровенный ворох. «Ну и откуда в таком случае?» «И ты, и убитый. Теперь уже окончательно убитый». «А из скоплений Лебедя все мы. Только он явно агент Сугиты». «Был». «А я беглый каторжник». «Су» на самом деле не имя, статус. «Сугита» тоже просто многосоставное. «Да мне имя и не положено с рождения. Я низшей расы. Нас отнимают у родителей. Из приюта сразу на каторгу. Пожизненно». Чутье Псиона однозначно заявило, что Су не врет. «Как же ты сбежал?» — поразился Чи. Голос был неожиданно сиплый. «Долгая история. Но лебедяне это и их почерк. Хренолет с защитным полем, псион-шпион с поддержкой, которая за нами гоняется, подселение души. А что им здесь делать? Маленькая колония, за дворки объединения. Почти наверняка готовят вторжение. Думаешь, здесь ничего ценного нету? Есть здесь ценные. Люди. В секторе лебедя они не совсем подходящие. Понимаешь, в чем дело? Власть Сугиты на его пси-способностях держится. И слабеет, потому как приспосабливаются люди-то. Научились уже чувствовать, когда на них ментально давят. Сопротивляться. Притворяться, что подчиняются пси, а на самом деле просто угадывают, что было ментально приказано. Золотые бунты начались. Это как? А так. Делают все, что прикажет начальство. В точности. Буквально. А больше ничего не делают. Чи, подумав, пораженно усмехнулся. Этот золотой бунт, пожалуй, опаснее открытого мятежа. — А самые опасные для Сугиты свои, — продолжал Су. — Ближайшее окружение. Наверняка уже заговоров наплели. Среди них знаешь, сколько псионов. И ты считаешь, что этот тиран решил захватить планету, потому что здешние люди... — Непуганные. — Сули конька кивнул. — Совсем не умеют сопротивляться пси. К тому же их относительно немного. И собрались компактно. Почти все в одном городе. Прямо скажем, не стали яйца лебедя. Сугита их всех разом подомнет. А редких неместных контролировать просто. — Ну зачем тогда засылать агента псиона? Разве колония сможет сопротивляться? — Сбежать сможет. Ого, так и предусмотрено по тутожнему уставу. Если нападут, сразу эвакуировать людей и все ценное, хотя немного его тут. Шаттлов и лихтеров в избытке, звездолетов хватает. И финишные зоны далеко. Пока от них враги доползут, здесь даже мародером ничего не останется. И агент должен был сорвать эвакуацию? Ага. Защитное поле подправить, чтобы с планеты никто взлететь не смог. Или оповещение перекрыть. А может, это сам Сугита был. Просто взял бы, да и подчинил всех. Сам? И мы его убили? Сначала я тело спалил в поединке, потом Эрн — личность. И труп обгорел. Не опознаешь? Су потер лоб и покачал головой. Если бы ты его родное тело сжег, тогда бы уж точно убил Сугиту. Но вряд ли он в своем теле сюда прибыл. Мог же в чужом каком-то копию своей личности отправить. Так зачем рисковать? В любом случае, мы теперь не узнаем, кто это был. Так мы сорвали вторжение. Будем надеяться. Чи помолчал, привыкая к мысли. А вдруг Су ошибается? Он всего лишь беглый каторжник. С другой стороны, не такое это простое дело — удрать с каторги. Чи решил расспросить подробнее. — Как ты сбежал? — Повезло, — криво усмехнулся Су. Я с 14 лет на северных ледовых разработках. 21 час подключенный к комбайну, потом два часа электросна и снова за работу. Пять лет такой жизни. А потом разработки прикрыли, все ценные вывезли, даже посуду из столовки для свободных. Но каторжан ценными не посчитали. Как понятно это стало, одни каторжане сами на холод вышли, чтобы не мучиться. Другие их потом выискивали, человечину запасали. В шайке собирались, уже между собой воевали. И ясно, что нет надежды не выжить. Я к той шайке пристал, кому неясно было. Построили мы парусные сани и на юг по ветру. Там ледник гладкий. Если есть трещины, то продольные. Как по пути не замерзли, сами не знаем. Однако выжили. К морю вышли. Хотели дальше под парусом на плоту из плавника. Тут бы нам и конец. Что мы про штормы знали? Да простого пропитания не хватило бы, чтобы хоть куда доплыть. Но засекли нас с экологического спутника. Прислали дисколет. Опять повезло, что автоматический. Были бы там люди, не стали бы ради каторжан приземляться. Ну а потом на каторгу нас. Куда же еще? Однако на ближайшую. Она рыбацкая оказалась, где небольшие сроки отбывают. Обычного режима. Я там рыбу потрошил. Отъел со сырой рыбой и потрохами. Даже болячки прошли. Толстеть начал. Да избежал при первой возможности. Запрограммировал тайком лодку, чтобы она об скалы разбилась там, где много морских пираний. Обувку свою подсунул, будто бы это я в лодке был. А сам пешком ушел. Три месяца по реликтовой тайге. Иногда жалею, что не остался там. Но слишком опасно. Вышел к местному космодрому, а дальше самое простое. Пробрался на челнок, с него на орбитальный порт. Там с навигатором из паучков договорился. Та еще редкость. Беглый каторжанец лебедя. Здесь приспособиться и то сложнее было. Помню, захотел научиться рукопашке. Пришел к мастеру Айки-Дзю-Дзюцу. Завлекательно мне показалось направлять силу противника против него самого. Мастер говорит, бей. Ударил я с размаху. Он перехватил, толкнул меня. Я едва устоял. А у мастера глаза вот такие, из-за того, что я не упал. Где вы научились технике скрытого давления? Удивляется. А я не знаю, можно ли ему говорить. Что в приюте на лебеде? Су осекся, уставившись на экранчик. Там мигала надпись «Эвакуация». Все же решился, понял Чи. Су протяжно вздохнул. Да, решился. Уж очень место удобное. Люди пускай сваливают. Значит, не очень-то нужны. В крайнем случае других завезет. Из лебедя. Или наворует где. Или не знает, что его агент Псион мертв. То-то эти громилы в космопорту собирались. Хотели сорвать эвакуацию. Но без Псиона им обломится. Чи неожиданно для самого себя успокоился. То, чего все время боялся, произошло. Радоваться нечему, зато полно оснований для страхов. Тем не менее, спокойнее стало. Шок. — Что же делать? — досадливо хмурился Су. — Эвакуироваться вместе со всеми нельзя. Преследовать ли эти, небось, только того и ждут. Не упустят шанса. — А если потом явится лично Сугита? — продолжал Чи. — Он нас в два счета найдет. — Здесь Пси-защита. И он рано или поздно ее обнаружит и отправит бойцов проверять, что здесь защищено. — Так все же рано или все же поздно? — Не знаю. — нервно пожал плечами Чи. — Как только освоится, начнет планомерно сканировать. — Он сразу начнет. Не исключено, что уже начал. — Но он не врач. Он силен. Но у нас, у Псионов, сила — противоположность чувствительности. Кувалда, не микроскоп. Я могу легко обнаружить Пси-активность даже у латентного Псиона, но Сугите для этого надо полностью раскрыться, а он вряд ли рискнет, даже если бояться ему нечего. — Так сколько у нас времени? — Не знаю. Может, несколько дней. Может, часов. Но долго нам здесь сидеть нельзя. — Стоп. Он нечувствителен. А вы, Псионы, можете скрываться друг от друга, если захотите, да? — Ага. Хотя от врача очень трудно спрятаться, особенно если он раскроется. Разве что сам Сугита направит всю свою мощь на экранирование. — От Сугиты, пока он не раскрылся. — Ну, придется сохранять неподвижность. Пока он не раскрылся, то будет сканировать, шарить Пси лучами. Если замирать, пока проходит луч, то не найдет. И лучи будут проходить редко. Ментальные пространства здесь обширные и довольно неоднородные. Вот когда он раскроется, то будет воспринимать все целиком. Постоянно не рискнет. — Ты только себя можешь спрятать. Или меня тоже. — Хоть сотню могу, лишь бы рядом стояли. Самоуверенно успокаивая себя, заявил Чи. Су нахмурился, сузил глаза. — Так у нас есть шанс. Добраться до того корабля, якобы не Арианского. — Как? Даже если спрячемся от Сугиты. Там же громилы. — Они были опасны, потому что любой мог оказаться громилой. Мы не знали, от кого прятаться. Но сейчас все эвакуируются, кроме агентов Сугиты. То есть все, кого встретим — враги. Прятаться нужно от каждого. Это упрощает. Ты ведь можешь обнаружить человека издали, пока он нас не увидел, даже с приборами? — Могу. — Идем. Су легко поднялся и вышел из помещения. Чи, помедлив, отправился за ним. — Такие дела. Легкое, можно сказать, каникулярное задание оборачивалось страшной стороной. — Невозможно себе лгать. Это похоже на вторжение. Вряд ли Сугита ограничится свинцовым дном. — И угораздило же Чи оказаться в объединении как раз в такое время. Сидел бы сейчас дома, на земле. Так нет же. Надо было ему переться через полгалактики, чтобы влипнуть тут в историю. — Су ничем не удивишь. У него вся жизнь приключенческий роман. Да и пси-удары ему не страшны. — Позавидуешь. Чи никогда бы не признался, что в душе он вовсе не герой, и сейчас больше всего на свете хотел оставить Су и быстренько смотать удочки. А за развитием событий наблюдать, сидя дома перед ценсовизором. Удар обрушился неожиданно. Измученные лазанием по заброшенным шахтам, голодные, они с Су решили устроить короткий привал, чтобы перевести дух. Вдруг мозг сжало холодным, словно космос, кулаком. Чи едва успел прикрыться и прикрыть Су. В глазах потемнело, и только злость мешала потерять сознание. А потом отпустило. Это всего лишь прошел сканирующий пси-луч. Всего-навсего. А Су ничего не почувствовал. Видимо, какая-то особая хитрость. Луч не только выискивает псионов, но и сразу автоматически наносит удар по их сенс-центрам. Да чего же силен Сугита? С ним невозможно бороться. Один стоит десятка армий. Но сидеть сложа руки — последнее дело. Когда сила, сжимавшая сознание, немного отступила, Чи осторожно, покасательный принялся ощупывать источник боли. Стараясь быть незаметным, он запустил туда пробные ниточки-зонды. Кажется, пронесло. И сам жив, и себя не выдал. Но отдыхать пришлось дольше, чем запланировали. Двинулись дальше. Город был пуст. Ни людей, ни машин. Даже растения увезли вместе с горшками и катками. И относительно чисто. Так валяются местами пестрые обрывки. Удалась эвакуация, если беженцев не перехватили в космосе. Вряд ли. Тогда бы уже возвращали. Чи и Су переждали еще один сканирующий луч. В этот раз легче далось. И поднялись на крышу склада. Первое, за что зацепился взгляд — огромная полусфера в пустыне рядом с космодромом. Су объяснил, что это так называемый передвижной бункер — штаб вторжения. Туда лучше не идти, даже не смотреть. Город с виду цел. Ничего не горит, хотя беженцам стоило бы взорвать его у себя за спиной. На космодроме почти не осталось кораблей. Ангары в большинстве открыты. Зато на стартовых площадках там и сям стоят флайеры, дисколеты, колесные грузовики и автобусы. Вопиющие нарушения правил, за которые никому ничего не будет. Даже у вторжения есть свои преимущества. А тот самый корабль под защитным полем так и стоит. То ли врагам не до него, то ли сами не могут погасить защиту, ждут, пока иссякнет энергия. Су на ходу придумал план. Отключить поле, прорваться к кораблю на скоростном флайере и тут же снова включить поле. Хорошо бы на корабле была пси-защита, и хорошо бы не перехватили в космосе. Но шансы приличные, если действовать быстро. Чи усомнился напоследок. А если они знают, что мы знаем код? Он же, тот неорянин, на меня напал, потому что я код подсмотрел. Скорее всего, потому. Но он мертв. Он мог рассказать подручным. Сук очнул головой. Зачем ему признавать ошибку? Отдал приказ тебя ловить, а больше ничего подручным знать не положено. Давай, решайся. Чем больше тянем, тем меньше шансов. Чи кое-как подавил страх и решился. Приоткрыл пси-восприятие. Похоже, Сугита ударил таки по планете ментально, пучком пси-зарядов. С межпланетного расстояния, поэтому неэффективно, только засорил ментальное пространство. Осколки пси-зарядов, отголоски зашкаливающих эмоций и, может, неприятные предчувствия, а может, логически осознаваемая страшная реальность, отвлекали, давили на нервную систему, расстраивали стабильность внутреннего поля пси-энергии. Чи постарался отвлечься от давлеющих переживаний. Далось тяжело, но все-таки далось. Он расслабился и одновременно сосредоточился. Аккуратно выудил из памяти ключ, дождался, когда пройдет следующий сканирующий луч Сугиты или кто там прочесывает ментальное пространство, и отправил последовательность сигналов в сторону звездолета. Не сработало, с едва заметным напряжением спросил Су. Он увидел, что Чи открыл глаза. Поле действительно не выключилось, искрилось по-прежнему. Однако ключ сработал, пришел ментальный отклик. Целое меню развернулось, да еще и понятными навигаторскими символами. Хорошо, что Чи в свое время много играл на симуляторах звездолетов. Был и пункт отключить защитное поле. Но Чи не решился его выбрать. Слишком очевидно. Не ловушка ли? Нашелся также пункт самоликвидация с подпунктами. Чи торопливо разорвал связь, пока Сугита не заметил постороннюю пси-активность. На вопросительный взгляд Су ответил. Ключ не поле отключает, а дает доступ к управлению, ко всем уровням. Так ты мог и поле отключить? Мог, но это было бы слишком просто. Да ладно тебе! Это если бы ключ просто гасил поле, было бы слишком просто. Подожди. Доступ — это значит, что все управление ментальное? Чи постарался вспомнить только что увиденное меню. Да, похоже, вручную кораблем не порулишь. Су тоже это понял. Выходит, вариант отпадает? Или... Нет, я не смогу. Ментальный интерфейс очень своеобразный. И я же реальным кораблем не управлял ни разу в жизни. И на симуляторе средними грузовиками тоже никогда. Жаль. Что же делать? Вопрос вроде и риторический, однако у Чи был не то чтобы ответ, но предложение. Можно взорвать корабль. Самоликвидация, догадался Су. Ну, погасишь ты энергоблок, сожжешь бортовой хард. И что нам с этого? Нет, можно настоящий взрыв устроить. То есть можно просто вывести из строя корабль. Однако там есть еще пункты чистый взрыв и грязный взрыв. Так, протянул Су с оттенком испога. А коллапсарного взрыва там не было? Хотя откуда? Это военные штучки. Грязный взрыв, сверхмощная вспышка радиации, спалит поблизости все полупроводники и убьет все живое. Чистый взрыв — это вся энергия в тепло идет, все, что рядом — испарится, все, что чуть дальше — расплавится. В атмосфере еще и взрывную волну добавит. Келотон 100-200. Но в шахте не достанет. Коллапсарный бы достал. Его точно нет? Нет. Ну и чистый и грязный сочетаются с пси-взрывом, насколько я понял. Сам по себе пси почему-то нельзя устроить. Су смотрел непонимающе. И Чи объяснил. Короткий выброс чистой пси-энергии. Ненаправленный, но наверняка оглушит даже обычного человека. А может и убить. Псиона наверняка прикончит. Дорогое удовольствие. Пси-аккумулятор на бомбу тратит, а Су-Гит убьет, перебил Су. Ну, если его защита будет боевого или поединочного уровня, тогда не знаю. А если обычного уровня, то и его убьет наверняка. Но и нас накроет. От пси ни в какой шахте не спрячешься. Ты можешь к своему Эрну удрать. Сам же говорил, что не псион, когда подключаешься к кристаллу. Ну да, сенс-центра теряют чувствительность. А ты? А я потому и низшей расы, что не восприимчив к пси. Таких, как я, только остронаправленной сознательной пси-атакой можно убить. А пси взрывом и не оглушишь. Давай обратно в шахту. Даже если Су-Гита выживет, город ему не достанется. Не наедимся, хоть нанюхаемся. Они, по-прежнему скрываясь в проулках и замирая под сканирующими лучами, отправились к древнему колодцу. Добрались благополучно. Когда торопливо спускались по ступенькам, Чиза говорил, чтобы отвлечься от страхов. Ходят слухи, что у всех лебедян встроены чипы в шею. Через них можно подслушивать или даже убить человека дистанционно. Встроены, но не у всех. И разные. Простых граждан, суг, только подслушивают. А начальству можно и сердце отключить через этот чип, если понадобится. Кроме самого высокого начальства. Ему как бы доверяют. Еще каторжан можно и подслушать, и прикончить. И даже когда срок выйдет, все равно сам ликвидатор остается активным. А ты? А я низшей расы. Много чести нам чипы встраивать. Это значило бы, что боятся нас, и мы что-то значим. Все, хватит. Мы достаточно глубоко. Су уселся на ступеньку и требовательно уставился на Чи. Тот неуверенно вынул кристалл. Усомнился напоследок. А выход не завалит? Через шахту выберемся, если что. Там много выходов. Стоп! А ты успеешь к Керну своему удрать? Если включить чистый взрыв, то успею. Там задержка в полминуты на активацию. А пси-взрыв происходит за долю секунды до чистого. Чистый нам и нужен. Давай. Чего тянуть? Жители уже должны были эвакуироваться. Они действительно покинули зону, которую захватит взрыв. Эвакуаторы работают оперативно. Тем более. Чи все же немного потянул. Дождался, пока пройдет сканирующий луч. Так, на всякий случай. Вдруг самоликвидатор не сработает. А потом, набравшись решимости, вытащил кристалл и вызвал ключ. Сгусток эмоций, испытанный Чи, походил на прогремевший внутри головы мощнейший взрыв. Когда он разъединился с Эрном и вернулся в родное тело, ему там не понравилось. Перед глазами плыла слева направо искристая муть, уши наполняли немелодичные звуки, подкатывала тошнота, болели голова и суставы, да еще, кажется, отнялись руки и ноги. А вот мысли, на удивление, четкие. Потом что-то нажало за ушами, и восприятие несколько прояснилось. Чи увидел обеспокоенное лицо Су, который облегченно выдохнул. — Цел, псион! Ты бы устойчивее сел, что ли, а то еле успел тебя поймать. — Так ты... тебя совсем не задело? — Ну, грохот слышал, громкий. Даже не знаю, что там. Чи откровенно позавидовал людям низшей расы. Не нужно оно, это пси. Одни беды от него. Восстановиться удалось не сразу. Расслаблялся, дышал глубоко, подкрепился даже. У Су нашлась шоколадная конфета и пара глотков воды в бутылке. Если кто-то в это время сканировал, то наверняка обнаружил беглецов, потому Су держал оружие на готове. Наконец, Чи более или менее стабилизировал истерзанные сэнс-центры и слегка раскрылся. Да уж! Мощь нарванула. До сих пор остаточные пси-заряды не рассеялись. И много. Взрыв был двойной. Сипло пробормотал Чи. Второй оказался гораздо слабее. Я знаю, что это. Сугита успел прикрыться. Пси волну отразила. Потому и похоже на взрыв. Этот гад жив! Зло сквозь зубы протянул Су. Он все равно не в форме. Ему больше, чем нам досталось. Может, и без сознания до сих пор. К тому же он один. Рядом с ним никто бы не выжил. От двойного-то взрыва. Чи уже встал и поднимался по лестнице. Су его обогнал и тихо объяснил спешку. На космодроме могли уцелеть корабли под защитными полями или шаттлы в подземных ангарах. Черт, он мог уже смыться отсюда! Да, мог. Су опередил Чи на пару пролетов. К счастью, выход был не завален. Чи выбрался и замер в растерянности на несколько секунд. В горячем воздухе дым мешался с мелкой пылью. От зданий остались, в лучшем случае, погнутые каркасы. Но чаще — бесформенные груды оплавленных обломков. По искусственному небу ползли темные разводы. Следы от теплового удара. Никто здесь не мог выжить. Разве что под мощным защитным полем, как в передвижном бункере Сугиты. Но и туда достал бы пси-удар. Кое-как сориентировались и торопливо направились к космодрому. Таиться уже не надо, а все равно приходилось петлять между руин, лезть через завалы. И беспокойство нарастало. Чи пару раз явственно ощутил, что где-то впереди есть еще один псион. Могло и почудиться от нервов с усталостью. Но если нет, если это Сугита, то и он почуял беглецов. Не атакует на расстоянии, даже скрывается. Стало быть, не прошел для него даром взрыв. Однако что будет, когда сойдутся в упор, когда не увильнешь и не спрячешься? Даже в сто раз ослабленный Сугита все равно сильнее Чи, как ментальный боец. А вот если в тысячу раз ослаблен, тогда Чи сильнее. Расклад сил неясен. Возле космодрома воздух был чище, и беглецы разглядели, что все корабли на всех площадках оплавлены, многие опрокинуты. Даже лебедянские, которые раньше были прикрыты защитными полями. На то и рассчитана чистая самоликвидация, чтобы ни один звездолет поблизости не уцелел. И выходы из подземных ангаров вряд ли откроются. Там тоже металл потек. Су постоял неподвижно, окинул взглядом разгромленный космодром и пробормотал. «Если бы я был здесь, где бы я спрятался?» Вытащил оружие и направился к самой живописной куче обломков. Чи следом. Су с небольшим пистолетом бродил по развалинам. Чи смотрел на него и удивлялся. Зачем искать тут? Только время терять. Не станет Сугита скрываться в эпицентре катастрофы. По крайней мере, зондирование почвы псионам ничего не дало. Наверняка предводитель вторженцев уже собирает армию, активирует боевые системы. Или простой и эффективный ход. Улететь с планеты и дистанционно отключить систему защиты. За одни сутки поверхность выжат солнечным ветром до полной безжизненности. «Тебе тоже хочется сбежать?» — отстраненно спросил Су. «Еще бы не хотелось. Признай, что мы провалились». «Нет, это не нам хочется. Это Сугита рядом. Это как запах дохлой крысы. Здесь он. Потому что уязвим после взрыва. А значит, свои для него опасны. Отсидеться хочет». И Су цареустремленно полез через ближайший обломок. Напрямик по руинам. Чи все равно хотелось сбежать. Но тогда объединение обречено в любом случае. И тем более обидно будет, если Су прав. Могли победить, но не хватило смелости. Однако Чи не чувствовал никакой ментальной активности. Давящая тревога есть и даже пеленгуется. Но должны быть шумы, всплески, как бы сильно не оглушило Сугиту взрывом и до какой бы дальней орбиты он не добрался. Но если всплесков нет, то это значит, что Сугита хорошо экранируется, как будто совсем от взрыва не пострадал. Чи удвоил вниманием и все равно не успел прикрыться, когда обрушился ментальный удар. Грубая, простая, жестокая атака. Ей не придумано специальных красивых названий. Смела защиту и обрушилась на сознание. Хорошо, что Чи рефлекторно сменил фазу. Су досталось по-настоящему. Он взвыл и рухнул, сжав руками голову. Странно, что еще жив. Тут же над Чи обрушился следующий удар. Еще грубее и страшнее. Как будто со всех сторон навалилась огромная тяжесть, и чтобы ей противостоять, в теле не хватает мускулов. А может, даже костей. Чи удержался невероятным усилием, отлично понимая, что менять фазу больше некуда, что это конец. А вот и Сугита во всей красе встал с дорожки, откинув маскировочную ткань. Такой же, как на портретах. Сутулая, нескладная фигура, угловатое худое лицо, холодно-ироничный взгляд. Только полувоенный костюм запылился, и обычно зачесанные на пробор темные волосы растрепались. Кто бы мог подумать, что правитель десятка миров, главнокомандующий самого мощного флота на свете, может лечь не на роскошный диван, а на камень, опуститься до крестьянских хитростей, засады посреди дороги. Чи не мог, и потому проиграл. Но почему-то еще жив, умудряется вывернуться из ментального захвата, ослабить давление. Вот в чем дело. Сугите мешает до сих пор живой Су, на которого тоже приходится тратить силы. А ведь это растягивает ментальное поле, пожалуй, делает несовершенными и атаку, и защиту Сугиты. Осознав это, Чи попытался нанести рапирный удар. Корявый, вряд ли смертельный, но все равно опасный. Сугита защитился легко и непринужденно, рефлекторно, просто усилил защиту до поединочного уровня. Однако для этого ему пришлось отпустить Су. Меньше, чем на четверть секунды. Что можно сделать за такое мизерное время, даже если ты лучший в мире телохранитель? Чи очень четко, как в замедленном фильме увидел, левая рука Су хватает камень, коротким локтевым движением отправляет его в полет. Пока камень летел, тело Су снова перекосило от боли. А потом, давящее на сознание Чи, ментальная мощь исчезла. Начисто. А Сугита медленно завалился, с удивлением на лице. И под его головой начала расплываться темная лужа. Су успел много, гораздо больше, чем миллионы других за все свои жизни. Схватил, бросил и попал. Чи оторопело смотрел на мертвого Сугиту. Не верил, хотя и видел, как глубоко в мозг вошли обломки костей. А Су приподнялся на локте, посмотрел бешеным взглядом на труп, потом встал на четвереньки и его начало рвать. Чи быстро просканировал. Надо же, всего лишь острый приступ брезгливости. Отплевавшись, Су уселся, поднял дрожащую руку и вытер губы рукавом. Промямлил сбивчиво. Я никогда никого не убивал. Чи, который быстро вернул себя самоконтроль псиона, сдержанно улыбнулся. Будем считать, что ты украсил начало. Су аж закашлялся. Ого! Начал с самого большого гада во вселенной, а там постепенно, глядишь, и до невинных младенцев дойду. Странная штуковина валялась рядом с телом Сугиты в удобном рюкзаке защитной расцветки. Утомленный, Чи даже не сразу заметил его. Рюкзак, пусть и немаленький, висел за спиной у Сугиты, а тиран, опрокинувшись навзничь, придавил его. Уже направлявшийся прочь от места схватки Су, не увидев соратника поблизости, обернулся. Взгляд выхватил среди обломков фигуру Чи, который, присев, переворачивал труп поверженного деспота. «Что ты нашел?» крикнул бывший каторжанин. Чи то ли не услышал вопроса, то ли решил не отвечать. Пожав плечами, Су зашагал обратно. Сам до сих пор не очухался. Неужели он? вертелась в голове Псиона мысль, и с каждой секундой она становилась сильнее. Он и предположить не мог, что лидер захватчиков носит с собой настолько мощное устройство, впрочем, неудивительно. Так штуковину сложнее украсть или отнять. А в том, что это был именно аппарат, до предела и вне его увеличивавшей Пси-способности, Чи не сомневался. Да в любом случае проверить несложно. Повертев в руках плоскую и тонкую, но прочную, а к тому же довольно легкую, вещицу, извлеченную из рюкзака, он удивился. Как удалось конструктору засунуть сюда, в нетолстую пластину, мощь, которую трудно, передать словами. Никому не позволено использовать других разумных существ для своих нужд, тем более злых, а значит, усилитель придется уничтожить. Хотя, зачем? Не лучше ли отдать его исследователям? Пусть они постараются направить небывалую силу палки во благо. И все же сперва Чи обязан убедиться. Как же она активируется, произнес он вслух. Еще покрутил, рассмотрел находку. Проще принести ментальный апгрейдер в лабораторию, где его быстренько разберут на запчасти и изучат. Не успел Чи подумать это, как его пальцы, похоже, нащупали сенсор активации. Мозг Псиона заработал, будто сам собой, включая сверхспособности, а усилитель, теперь уже не осталось сомнений, что за вещь, Чи держал в руках, автоматически настроился на волну сознания своего нового обладателя. И... Это было незабываемо. Оно раскрылось перед ним лепестками, ярко красными, как страсти война. Поманило в себя и назвалось «Превосходство». Чи показалось, что Вселенная сжимается и расширяется вокруг него, причем делает это одновременно. А рядовой Псион, тот, кто когда-то считал себя обыкновенным гуманоидом, сейчас Чи воспринимал свое собственное и я отстраненно, в третьем лице, становится центром мироздания, чтобы оттуда управлять всем. «Братец, ты в порядке?» Смутно знакомый голос пробился сквозь стену Всесилия. Приложив неимоверные старания, Чи убрал дрожащую ладонь с сенсора, и только-только обретенные сверхспособности пропали не менее стремительно, чем появились. «Но должно ведь быть дистанционное управление», пробормотал Чи, не очень понимая произносимые им же звуки. «Как иначе, Сугита, пускай и немного, теряю в силе?» Лицо беспокойного Су выплыло из Марьева, будто из тумана. «Ты точно в норме?» «Я-то», переспросил Чи, в мыслях которого наступило какое-никакое прояснение, «в норме, в полном порядке». «Вот, трофей нашел». Он вытянул вперед руки. Костяшки пальцев побелели, однако Су, кажется, не обратил на это внимания. Телохранитель глянул вниз на доскообразную штуку, которую предъявлял ему Чи. Глаза Су полезли на лоб. «Усилитель!» Псион лишь кивнул. Он никак не мог отойти от испытанных эмоций и ощущений. «И что ты намерен?» «А что мне остается?» недослушал Чи. «Сдам ученым, и пускай они ломают головы, правильно?» «Ну, правильно», немного замявшись, согласил Сосу. Двое побрели между обломков. «А ты знаешь, в чем секрет усилителя?» задал вопрос один. «Нет», отозвался второй. «В чем?» «В материале, псиониксе, полудрагоценном камне, очень похожем на обычный земной оникс. Но свойство...» «Его еще пси-камень называют. У него нечто вроде сверхпроводимости для ментальных волн. Правильно обработать, технически усовершенствовать и получим...» «Да, почти неисчерпаемый потенциал для создания ментальных апгрейдеров». «Значит, банальный камешек позволяет умножить собственные пси-способности в сотни, а то и тысячи раз?» «В том-то и дело, что совсем не банальный. Этот камешек встречается крайне редко, и у нас на планете его не осталось. Поиски продолжались долгие годы, но безрезультатно. Я едва не попал как раз на ту каторгу, где тайно по заданию Сугиты искали залежи псионикса. Потом-то раскрылась, когда не нашли ничего. Вообще-то залежи не то слово. Это совсем тонкие слои длиной максимум сантиметров десять и располагаются, дай бог, в пяти-шести местах на всей планете. Но и этого хватило Сугите с напарником ученым, чтобы создать усилитель. Напарника Сугита потом убил. Ненужный свидетель. Ну, Апсионикс особым образом обрабатывают и измельчают, из-за чего он весьма теряет в объеме, потому-то плоская фиговина Су кивнул на аппарат и не получилось тяжелой. Естественно, информация о добыче ископаемого тоже засекречена. Чи слушал Су уже в полуха. Эрн, решивший выйти на связь, задействовав игровую чашу, с удивлением обнаружил, что никто не откликается на его мысленный зов. Похоже, собеседник Чи, уловив телепатический сигнал от Инамирца, тут же отгородил сознание пары бывших сопереживателей глухой стеной. Исключительно со своей стороны, разумеется, но этого было достаточно. Эрн снова попробовал установить контакт. Бесполезно. А что, если Сугиту манили вовсе не здешние люди? Или не только они? Что, если главная причина в залежах? В залежах псионикса? Настоящих, богатых месторождениях? Как иначе объяснить безумное стремление узурпатора завоевать конкретно эту никчемную планетку? Чи, Линь не привык разбрасываться обещаниями, даже данными самому себе, а может быть ими в особенности. Если он сказал, что сдаст усилитель для исследований, то так и поступит. Но вначале опробуют его, согласно своим убеждениям. Еще раз, но теперь по-настоящему. Один, не спеша, и без свидетелей. Вы слушали рассказ «Мощь псионикса». Авторы Алексей Дуров, Марина Тишанская, Григорий Неделько. Читал Олег Шубин. Дурова 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 Продолжение следует...